На прииске и релях готовятся к началу промывочного сезона. Котлованы, в которых сейчас стоят алмаздобывающие драги, очищают от льда. Ведь все три обогатительных комплекса нужно как можно скорее запустить в работу. Что происходило на драгах зимой и как они сейчас освобождаются от ледяного плена, узнавал Руслан Фаткулин. Прошлой осенью драги остановили одну за другой. Но оставить их на зиму без дела нельзя. Чтобы комплексы выполнили планы на будущий год, их нужно привести в порядок после промывочного сезона. В конце прошлого года механики и энергетики определили, что нужно отремонтировать или заменить. И в начале декабря подрядчики приступили к работе. Работ очень много проводилось за период зимнего ремонта. На каждой драге достаточный объем накопился за прошлый промышленный сезон. Соответственно, плюс введение по техперевооружению нового оборудования. Так, например, на 201-й драге мы произвели замену барбанного грохота, так называемой дражной бочки. Замену классификаторов 1500-х. По всем драгам проводили выбраковку отметок металлопродукций, трубопроводов, которые тоже производили замену. Плюс поменяли небольшое количество пар коллюминиционных сепараторов. В прошлом году поставщик затянул с запасными частями. Из-за этого на драгах отремонтировать успели не все. Однако, начать нынче промывку амазоносных песков на прииски планируют вовремя. И сейчас горнякам нужно в прямом смысле слова освободить драги. Пять месяцев эти драги находились в ледяном плену. Теперь настало время освободить их. Но ждать, пока лед растает сам, обогатить или не могут. Каждый день простой несет убытки для прииска. Поэтому здесь приступили к так называемым ледоуборочным работам. В начале рабочие размечают так называемые взвозы. Это своеобразная прорубь, через которую извлекают льдины из воды. Затем на лед выходит тяжелая техника. Ее задача – выпилить лед по намеченным контурам. Работа не быстрая. За минуту машинист едва ли проходит один метр. После того, как глыба выпилена, в работу вступает бригада стропольщиков. Их задача – зацепить тросом ледяной куб. После этого трактор вытаскивает его на поверхность. Он режется полосами и вытаскивается через ваза. Нынче лед толстый. Как вообще работать с ним? Нынче, да. Нынче толстоватый лед. Те годы поменьше было, а сейчас лед потолще. На освобождение одной драги ото льда уйдет около двух недель. Уже в первой декаде апреля все три обогатительных комплекса будут выполнять план по промывке этого года. Руслан Фаткулин, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».